Тогда мы двигаемся дальше. Дальше у нас парный доклад Юлии и Руслана про CRM-маркетинг, про омниканальность и про то, как Бенетон строил программу лояльности. Возьми кликер. Так, всем привет. Я прям заслушалась Петю. Сейчас вспомню про свой доклад. Меня зовут Юлия Сомова-Гольцверт. Я являюсь руководителем отдела CRM-маркетингов Profitator. Он входит в группу Кокосгрупп. И сегодня мы вместе с Русланом Косумовым расскажем вам про fashion and beauty и поделимся инсайдами в этой области. Есть кто-то вообще из индустрии fashion, beauty, вот из присутствующих? Никого нет? Ну хорошо, тогда просто послушаем. В принципе, это применимо ко всем отраслям. Я думаю, будет интересно. Часть рассказа буду рассказывать вам я и дальше продолжит Руслан. У меня такая немножко вводная часть. Я начну с этого слайда. Здесь такая картинка. Когда мы приходим к своим ритейлерам и спрашиваем их, ну, собственно, как у вас дела, как все происходит, они говорят, блин, очень плохо, мы очень много заказов получаем с Валберри, с Азона, с каких-то маркетплейсов, но при этом конкурировать с ними напрямую не можем. Обычно проблема, проблематика выглядит таким образом, что конкурировать напрямую с такими гигантами, закупая просто платный трафик какой-то в Яндексе, это очень сложно и довольно затратно и больно для брендов. Вот, к примеру, поисковая выдача Яндекса по запросам купить одежду, купить обувь, первые три страницы заняты маркетплейсами и здесь, соответственно, очень перегретые ставки и обычным брендам довольно тяжело. Есть пример небольшой компании, связанной с одеждой, спортивной одеждой, Under Armour. Они пришли на российский рынок, но, к сожалению, не смогли на нем удержаться. Сейчас расскажу немножко почему и как это связано с дальнейшим моим докладом. Компания сделала ставку и сфокусировалась на том, чтобы открывать много монобрендовых магазинов и развивать эту тему. Они выбирали хорошие, лучшие локации, топовые, и делали ставку на то, что на входе они закупят рекламой новых первых покупателей, и дальше гипотеза состояла в том, что клиентам и так понравится, и они вернутся. Ну, собственно, построить весь, все развитие, путь развития на основе монобренда, сильного бренда. Гипотеза не отработала, не только по этой причине, там много различных причин, но в том числе вывод такой, что не делая стратегии на удержание клиентов, не развивая эту стратегию, то очень сложно конкурировать только привлечением всегда новых клиентов, нового трафика. Успешных компаний фокус новой канальной с персонализацией. Я дальше расскажу, что я имею в виду под этими понятиями, они довольно широкие. Что я подразумеваю? Я говорю прежде всего про кросс-канальные целевые рассылки, это когда коммуникация происходит в разных каналах, и в зависимости от того, где пользователю удобно получать какую-то информацию, где ему это удобно, он воспринимает ему, и где он готов на нее реагировать. Это я подразумеваю под целевыми скидками и промокодами, мы поговорим об этом позже, там будут примеры конкретные на конкретном кейсе. Это работа с большими данными на уровне алгоритмики. Что здесь я имею в виду? Это какие-то рекомендательные системы, это частота контакта, определение частоты контакта. Это все такие штуки, которые позволяют либо лучше с пользователем общаться, либо делают жизнь маркетолога проще. И что самое важное, я здесь вкладываю в это понятие принцип консистентности. Когда в разных каналах пользователь получает ту же самую информацию, когда он приходит в офлайн на кассе, ему предлагают какой-то промокод на скидке, он видит это в своем мобильном телефоне и так далее. И когда эта информация между собой стыкуется, и она понятна. Здесь, почему вообще я об этом говорю, почему это важно, и как это применимо к конкретным компаниям. Если говорить, возвращаясь обратно к конкуренции с Valberis, то целевой маркетинг дает очень низкую стоимость заказа. То есть, когда вы закупаете какой-то трафик, рекламу и прочее, у вас довольно высокая стоимость заказа. То здесь она невысокая, и мало того, она снижается с масштабированием. То есть, если ваш бизнес растет x2, то затраты на заказ в целевом маркетинге также не растут, они намного ниже. Увеличивается эффективность с течением времени. К примеру, есть категория товаров, такая как электроника. У вас вторая повторная покупка у клиентов совершается на второй год. И, соответственно, все те усилия, которые вы применяете сейчас для построения этого маркетинга и получения заказов, оно вам аукнется через год. И то есть, если у вас такой товар и такие услуги, у которых большой цикл сделки, то все, что вы сейчас наработали, оно будет на плече времени отдавать вам эффективность. Также это прозвучит странно, но если компания делает какой-то целевой маркетинг вот чуть-чуть лучше, чем у конкурентов, то пока еще это довольно существенное конкурентное преимущество. Как это выглядит с точки зрения результатов? Мы взяли две отрасли, фэшн и бьюти, посмотрели, какие каналы они используют в своем маркетинге, в CRM-маркетинге. Это всегда обязательно e-mail, SMS довольно часто, и дальше вариативность. Есть чат-боты, мессенджеры, пуши и прочее. В среднем они запускают от 18 до 25 компаний. Компания – это такие многоканальные цепочки, которые охватывают весь пользовательский путь. От того, как он зашел на сайт, увидел где-то ваш бренд и заканчивая покупкой. Так вот, доля дохода от 15 до 20% в обороте этой компании. То есть можно говорить о том, что если мы выключаем весь этот целевой маркетинг, то компания потеряет от 15 до 20% в своем обороте. Это довольно существенный, большая такая кучка денег. Ниже представлены различные компании, где мы посчитали рои и долю. И здесь видно, что крупные компании, которые зарабатывают много денег, развиваются успешно и делают довольно серьезный акцент на целевом маркетинге. И что я здесь хочу сказать, то что, может быть, это не единственный их канал, и не самый важный, так сказать, но при этом они уделяют ему внимание и развивают его, и это тоже о чем-то говорит. Здесь небольшая подборка самых эффективных сценариев в e-mail. Мы взяли самые конверсионные, то есть здесь конверсия в заказ по модели атрибуции last click. Если вы захотите запускать что-то подобное, то вы можете ориентироваться на эти цифры и, в принципе, обратиться к нам, мы дадим вам довольно много эффективных и классных механик для любых индустрий, в том числе не только для фэшн и бьюти, их очень много, у нас есть подборка специальная. Если так все круто, собственно, почему все этого не делают? И здесь такой вот простой и сложный ответ, это сложно, долго, иногда дорого. Что здесь я имею в виду? Есть много технологий внутри компании, и их нужно поженить прежде всего, это интеграция и взаимодействие руководителей различных отделов, нужно договориться, идти поставить задачи, они, конечно, у них очень много дел, и часто собственники компании видят целевой маркетинг, как волшебную кнопку, нажал и, собственно, за x3, за три месяца мы тут в обороте поднимем. Но вот так это не работает. Но вот чтобы вы понимали, если вы встаете на путь развития целевого маркетинга, то это такая история в долгую, полгода-год, это тогда, когда вы будете получать, вот этот вот, видеть этот эффект и окупать все это, но можно сказать о том, что этот эффект довольно долговременный. Дальше Руслан Косумов поделится, как мы построили целевой маркетинг на примере конкретной компании в России, и, собственно, там это было успешно и доходно. Так, у тебя слухи. Да, раз-раз. Всем привет. Так, меня зовут Руслан, я консультант по внедрению в компанию Mindbox. Сегодня я хочу вам рассказать историю успеха одного из наших клиентов, о том, как мы внедрили омниканальную программу лояльности и какие в целом результаты. Почему именно этот клиент? Потому что, ну, в первую очередь, это, наверное, одна из наших основных историй успеха в целом в компании, потому что она задействует очень большой функционал того, что есть в Mindbox. И, во-вторых, почему именно Benetton? Потому что коллеги именно из российского офиса сделали это впервые во всем мире. То есть именно внедрили омниканальность, чем мы тоже очень гордимся. Вот, поэтому хотел бы чуть-чуть рассказать о том, что мы делали. Вообще, какие были на старте ожидания от лояльности? Ожидания были такие, что коллеги хотели расти в деньгах, ну, в принципе, стандартное желание для всех. Каким образом? Они хотели внедрить лояльность, через эту лояльность собирать данные о клиентах, то есть видеть, что ваши клиенты делают в оффлайне, видеть, в первую очередь, чеки в оффлайне, и работы с этими данными уже растить долю от повторных заказов и через это влиять на LTV клиентов каким-то образом. Вот. С помощью каких инструментов мы это хотели сделать? С помощью целевых акций. Что такое целевые акции? Это когда каждый клиент получает какой-то целевой оффер, целевую акцию, исходя из тех данных, которые у нас есть в системе о нем. То есть это не та история с массовыми скидками, когда мы раздали всем одинаковые скидки, всем клиентам. Это не очень окупается и не очень эффективно по нашему опыту работы. Вот. А второе – это обязательно омниканальности, целевые рассылки. То есть каждый клиент получает удобную для него в коммуникацию, в удобное время и в удобном для него в канале. И третье – это дополнительные товарные рекомендации. То есть это определенный набор ML-алгоритмов, которые тоже каким-то образом улучшают конверсии в заказ, как на сайте, так и в рассылках. Вот. Используя все эти инструменты, мы хотели достичь нашей цели основной. И мы хотели еще самое главное, чтобы вся эта история была очень четко измерима. То есть чтобы коллеги видели, насколько окупается, условно говоря, в каждую рубль, вложенный в систему и вложенный в лояльность. И в засроке мы обозначили один год. Что мы начали делать? В первую очередь мы собрали все данные в одном месте, потому что эффективная лояльность невозможна без чистых данных. Поэтому мы начали с того, что коллеги заинтегрировались в Mindbox, заинтегрировали сайт, то есть e-com свой, заинтегрировали оффлайн-кассы. Также мы создали личный кабинет лояльности. И мы на шаге номер один достигли того, что у нас все данные собирались в одном инструменте. И, например, если клиент что-то делал на сайте, смотрел какие-то товары, а потом этот же клиент через какое-то время сделал заказ в оффлайне, допустим, этого же товара, то мы смогли это видеть и, исходя из этого, уже строить определенного рода коммуникации или даже аналитику. То есть мы собрали все в одном месте. Дальше в коллегии определились с тем, как они хотят строить лояльность с правилами. Они достаточно стандартные на самом деле. Один балл, один рубль. В 5% кэшбэка баллами. Тут все довольно стандартно. То есть мы сделали такой личный кабинет для каждого клиента. И если вы заходите на сайт, регистрируетесь, то вы видите вот эти условия, вы видите историю счета, то есть как списываются и начисляются ваши очки и так далее. Это ваш личный кабинет. То есть мы на шаге номер один все собрали в одном месте и дальше дали инструменты для того, чтобы коллеги смогли уже работать с базой своей через лояльность и через коммуникации. То есть неважно, где клиент взаимодействовал с брендом в первый раз, это все собирается в одном месте и склеивается в единую карточку клиента. Когда мы разобрались с данными, Бенетон начал запускать уже в коммуникации. На самом деле там довольно много сценариев, несколько, наверное, даже десятков. Нет смысла сейчас рассказывать обо всех. Я скажу самое интересное. Когда, например, человек регистрировался в программе лояльности, им отправлялась такая рассылка с начислением баллов, с предложением их списать в какие-то товары. И если система видела, что он не открыл рассылку в течение X времени или что у него не было каких-то чеков в течение X времени, то им отправлялась вторая рассылка с опросом о бренде, с предложением оставить ответы на какие-то вопросы и с начислением еще каких-то очков, баллов. Была отличная конверсия у этого сценария. Где-то в среднем процентов 60 клиентов в итоге открыли и сделали заказ, и списали свои очки, баллы. Что, разумеется, отличный результат. На самом деле много еще разных сценариев интересных. Я остановлюсь только на самых основных. Что мы сделали еще по остальным каналам? Мы также запустили смс-рассылки, запустили уведомления в кошельке в приложении. То есть если вы, допустим, скачиваете электронную карту лояльности, у бренда есть возможность с вами общаться даже там. В основном эти каналы мы использовали в качестве транзакционных рассылок. То есть, например, если вы сделали какой-то заказ на сайте, и вы его не забираете в течение долгого времени, то вам отправляются уведомления от бренда о том, что, допустим, завтра истекает срок хранения этого заказа. И таким образом мы тоже увеличили в конверсию, как люди забирают свои заказы. Вот. Это два. Что мы сделали дальше? Дальше мы вместе с коллегами внедрили товарные рекомендации. Как уже сказала Юля, эти товарные рекомендации были консистентны. То есть что это означает? Что то, что клиент видит на сайте, те рекомендации, и те рекомендации, которые он видит в рассылках, они едины. Потому что, как обычно на рынке у многих компаний, что, например, за рекомендации в сайте отвечает один какой-то софт, за рекомендации в рассылках отвечает другой софт. И получается такая ситуация, что, когда заходит клиент, он на сайте видит один товар, в рассылках другой, теряется, сходит с ума, и в итоге это снижает в конверсию заказ. А Benetton – это вся история едина. То есть один движок отвечает и за рекомендации на сайте, и за рекомендации в рассылках. И что самое интересное в этом кейсе, что сайт в каком-то смысле стал отдельным каналом коммуникации с клиентами. То есть исходя из того, что за клиент заходил на сайт, с какого он сегмента, мы могли делать ему какой-то релевантный оффер на сайте. Менять, допустим, товарные рекомендации, какие-то всплывающие окна дополнительные и так далее. Вот еще один из сценариев, когда мы прямо в карточку товара добавили, значит, что N человек смотрели, допустим, этот товар. Исходя из того, что за человек заходит на сайт и какой он смотрит товар. И это тоже увеличило конверсию в заказ на 10%. У нас даже есть об этом отдельный кейс. Кому интересно, я могу потом скинуть и рассказать. Это все, что мы сделали на уровне коммуникации. И дальше самое интересное, мы стали запускать лояльность, то есть акции. Как мы их запускали? Мы их запускали через АБ-тесты. То есть сразу запускали несколько вариантов и смотрели, какие там будут результаты и цифры, конверсии. Вот стандартный АБ-тест. Вот тут сейчас будет очень интересно. Значит, вариант номер один. Мы отправляли клиенту рассылку с определенным количеством баллов, с предложением их списать. Это, кстати, по сегменту оттока. То есть те, кто, допустим, давно у них не было никаких заказов. И рассылка номер два. Это мы умножаем баллы на два. В принципе, я думаю, очевидно, что второй вариант, он для клиента выгоднее. Потому что ты можешь, допустим, купить там тысячу на 20 в бенетоне, получить за это, сколько получается, тысячу баллов, и они умножаются на два. То есть в целом это выгоднее. Но АБ-тест демонстрирует нам, что у варианта номер один конверсия в заказ в итоге выше. И что самое странное, что такие цифры, как OpenRate, допустим, выше во втором варианте. Что говорит о том, что, наверное, не всегда стоит смотреть на эти цифры, на открываемость и так далее. То есть надо всегда тестировать любую идею в маркетинге, в лояльности и так далее. Но еще, наверное, один из итогов, что не всегда такие громкие им названия, как умножаем на два, они работают. Вот. Это как у нас выглядели акции. И в целом это то, как выглядит внутри наш инструмент. То есть есть возможность без участия, допустим, коллег из IT, собрать любой сегмент, настроить любую акцию. Вот, допустим, скрин одного из сегментов. Это у нас сегмент тех людей, которые за последние 6 месяцев активировали карту, и у них не было ни одного заказа. Либо у них не было ни одного заказа в последние 6 месяцев, но был хотя бы один до этого. Казалось бы, звучит сложно. И обычно компании, которые там сидят на собственном IT, у них уходит очень много времени на то, чтобы собрать такой сегмент. То есть надо там какие-то знания SQL и так далее. Benetton это делает буквально за 10-15 секунд в таком вот конструкторе. Это все собирается, и дальше уже есть возможность на этот сегмент настраивать акцию, которая выглядит вот так. То есть определяются с общими настройками, с клиентами, то есть какой сегмент, какие условия доступности, то есть в какие дни она доступна, в праздники, не в праздники, в какое время. Дальше с местами. То есть есть возможность определить, она будет доступна только в онлайне или только в оффлайне. Если только в оффлайне, то в каких городах, в каких регионах и так далее. Дальше есть возможность выстроить сегментацию товара, то есть на какие именно товары будет работать эта акция, и настроить саму акцию. То есть либо это какая-то там скидочная история, бальная, списание баллов, начисление баллов и так далее. Вот. И, наверное, самое интересное во всей этой истории, это как раз консистентность. То есть, наверное, смысл всего, что я рассказываю, в том, что это все дает какой-то определенный эффект, если это все работает в связке вместе. То есть не когда у вас там один сервис отвечает за одно, другой за другой, третий за третий, чтобы все это собрать вместе, у вас уходит там и куча времени, и куча денег, там сложные интеграции и так далее. Benetton делает так. Вот, например, стандартная рассылка, брошенная корзина, они прямо в эту рассылку добавляют какую-то акцию с программой лояльности. Также есть возможность в эту рассылку добавить, допустим, виджет с товарными какими-то там штуками. И это все работает вместе. То есть тут нет там никаких границ, никаких связок. Вот. Это, кстати, тоже АБТест. И каких результатов мы достигли с клиентом? На самом деле цифр очень много. Многие из них я не имею права озвучивать, скажу там только основное. Мы измеряли по ласт клику доходность от рассылок. В целом результаты следующие. А это только в первый год. То есть сейчас эти цифры еще выше. В целом это очень хороший результат как раз по этой индустрии. Также мы измеряли по сравнению с контрольной группой. Контрольная группа это обычно часть клиентов, которые исключаются на время из коммуникаций, чтобы мы сравнили разницу. То есть какой эффект именно от внедрения рассылок, лояльности и так далее. И мы увидели резкую разницу именно в конверсии по сравнению с контрольной группой. Также мы измеряли на бенетоне конверсию в заказы. Вот она. Мы измеряли среднюю выручку на одного клиента, которая тоже выросла. Именно от влияния целевых рассылок и в коммуникации. И мы измеряли отдельно оффлайн. То есть мы исключили e-mail рассылки и смотрели какой эффект от чисто смс. И даже здесь мы увидели какую-то интересную конверсию. Вот. Ну и в целом, если говорить о цифрах, кейс бенетона это где-то несколько миллионов рублей, добавленные выручки в месяц за счет внедрения в коммуникации. Не могу сказать точные цифры, к сожалению, но каждый месяц где-то ориентировочно такие значения. Вот. Собрал все цифры на одном слайде. То есть используется одна технология в месяц Mindbox, которая отвечает и за рассылки, и за лояльность, и в каком-то смысле за аналитику. Два сотрудника работают в системе. Один скорее такой LPR, второй работает руками. Запущено довольно много сценариев, много сегментов, несколько десятков уже целевых акций. И ROI стабильно где-то в 300+. Вот. У меня в принципе все. Спасибо. Развивайте омниканальность и будьте счастливы.